Всем привет! Сегодня мы расскажем о том, что мы нашли за последнюю неделю в нашем секонд-хенде. Владимир, а что это ты вырезался так тепло? На улице весна, деревья засвели, тепло, а ты утепляешься. С чего бы это? Седьмой уровень. Да, это... Вот здесь все бирки, все расписано. В общем, это третье поколение теплой одежды. Я так понимаю, то ли для армии разработана, то ли армия это потом закупала. В принципе, наверное, она продается и так. И это седьмой уровень. То есть, у них разработка во всем этом третьем поколении. Как бы комплекс от маек до дальше джемперов и так далее, и так далее. Вот до последнего. Вот фуфайка и вот такие вот штаны. Очень легкие, просто потрясающие на прямолофте. И, как я прочитал, суть этой всей системы в том, что держит тепло, но не дает образовываться конденсату. То есть, вот как-то так вот хитро сконструировано. Ну и самое главное, о чем? Да, значит, купил я это в магазине за... Они мне продали, по-моему, как куртку за 7 или за 8, точно не помню, долларов. Значит, вот такое было продано, не знаю, пальтишка, или как, за 240. Ну вот, значит, это моя ориентировочная, потому что новая. Штаны, я думаю, в районе сотни, 100-150. Я вот штаны не проверял. То есть, итого мы получаем 350 за этот такой хороший такой комплексик. Это, конечно, была просто находка месяца. Ну или типа того, просто прям вот фантастическая. Нет, ну давай тогда продолжим. Давай, продолжим. Все про куртки и про рабочую одежду. А это не рабочая была? Униформу. Ну, униформа. Про униформу, да. Утки. Летятютьки. Вон там утка. Тафдак. Значит, это из канвы. Рассчитываем полтинник, она новая. Тоже магазин, тоже 7 долларов. Тяжелая? Да, кстати, кто нас видел в обзорах, на ней была цена 12, а нам так, мы брали 2, нам по 7 посчитали. Там, по-моему, где-то я видел, учти, когда будешь цифровать, вот, какое-то пятно. Я попробую сейчас пиртом пройти. Ну, для рабочей куртки, вот какое-то там пятно, и это вообще фигня. Тем более, естественно, будем продавать чуть-чуть дешевле, чем какая-то там контора. Разных. Это для... Я это нашел в бинах, то есть это стоило где-то доллара 2 или типа того. Для соревнований по стрельбе, или просто кто так вот сам вышел, раз, два, три, четыре, пять. Вышел кто-то пострелять. А мне кажется, это дешевле, вот там бренд написано, Champions Choice, это вот дешевле качество, чем то, что там так достаточно дорого продается. Но я все равно попробую полтинник, и там посмотрим, она новая. Вот так выглядит. Да, и сзади тут просто вот такой, кругом эти защиты, хотя для приклада. Вот тут сзади вытачки вот эти вот, я не знаю, да. Я особо не питаю так, прям не знаю, каких надежд, но из-за того, что новая, уйдет от 30 до 50. Еще одна курточка. Да, вот по рабочую, да. Это с биркой. Курточка с бирочкой. Так. Мак. Ну, давай, ты говори, ты ее нашла-то. И для чего она? Для чего? Вот для чего, для чего, для чего. Из кануи тоже сделаны. Сделаны эти куртейки. Ну, вот как ты думаешь, для чего? Для работы, конечно, для настоящих мужиков. И смотри, какого размера мужиков. В реальных. Не то, что я. Этот самый худощавый, так прямо скажем. Не знаю. О, видите, рукава вшитая. Новая. Точно такой модели мы не нашли. Этой фирмы МЭК. Я думаю, реалистично полтинник. 49. Может, сказать, чуть дороже. Они там и для механиков делают. И еще для кого-то. В общем, без спектра одежды. То есть, посмотришь. А, хорошее главное здесь. Похоже на механиков. Для механиков. Собака такой стоит в этой стойке. Или тракеров, да. Водителей. Грузовиков. Бренд известный. В узких кругах. Я, например, не знал. Скажи мне, пожалуйста. Дорогой мальчик. Подвигнула. В каком ухе у меня жужжит? Купить. Это я купил навес. И я уже знал, что будут разборки. Ну, не до трусов, конечно. Но будут. Да, но это с тегом. Ну, наконец-то. Процесс просветления уже начался. Как видите, это, смотри, мне до колен. То есть, это женское. Соответственно, это женское? Женское, женское. На женскую сторону достигнуть туда. Женское, конечно. И это для стюардесс. Сейчас покажу бирку. Я долго думал, такого не нашел. Кто живет в Америке, тот наверняка знает эту авиакомпанию Дельта. Видите, ТОЛ. То есть, это для очень высокой гражданки стюардессы. Фишка в том, что это новое, очень легкое. И вот когда его потенциальная, высокая, стройная мадама оденет, никто не будет даже знать, что это одежда стюардесс. Потому что нет нигде ничего не пришито. Ничего нигде. Только вот внутри бирка. Какая разница? Прекрасная, легкая, возможно, какая высокая, на высокую женщину. Теплая пальтишка на прямоловте. Мне она обошла в 4 доллара. Ну уж всяк разом 39-то она будет стоить. Еще раз говорю, новая. Поэтому я думаю, что уйдет. Ну понятно, что не сейчас. Ой, не загадывай. Сколько раз у нас уходили зимние вещи летом-то? Хух. И это просто сплошь и рядом. Ну и я кое-что себе прикупила. Правда, до конца не решила. Я вся такая в альпаке последние, за последнюю неделю. Вот такие перчаточки. Перчаточки для моих лапок. Я, кстати, увидел их и швырнул. Анташа говорит, что швыряешься? Смотрите, какая прелесть. Это такая... У меня вечно мёрзнут лапки. Ну, у меня там есть определенные кондиции, поэтому я знаю, почему. То есть это не загадка? Да. И вот здесь даже тег сохранился. Настоящая альпака, стопроцентная, ручная работа. Работа из Балинии. Ну, в принципе, так тебе не важно, что ты себе оставляешь, да? Да, да, да. Ну, как это? Конечно, себе. Смотрите, какая мягкая, какие-то мягкая, какие-то приятные вообще. То есть это где-то с половины ламы шерсти состригли. Вот. Ну и вот такое понче. Тоже из бэби-альпака. Вот я пока думаю, но мне нравится очень цвет. И, в общем, я в детстве когда-то был понче. Хорошо. Да. Вот у кого оно было, я не знаю. И вот как-то очень уютно, стильно, мне кажется. Придает такую изюминку. Но и очень красивый цвет. Упасть и не встать. И подумаю оставить себе. Тем более, что стоит прям, скажем. Нашла в бинах. Откопала. Вот такой кардиган я нашла. Ну, какая прессия. Тоже в бинах? Нашла в бинах, да. Я бы не взяла его без бинах. Это, конечно, мех ненатуральный. Бренд называется Каше. Вот он новый. Там пуговки сохранились еще. Значит, такой сейчас висит на ИБИ. Они пытаются продать за 49 долларов бэушный. На вызову какую-то похожу, мне кажется, мех. А точно искусственный? Что он пристегнут? Конечно, искусственный, искусственный. Но вратник пристегнут. Там написано. То есть, чтобы стирать можно было отдельно? Вот такая кофточка кардиган. А тебе такой не надо? Нет. Ну, ты что? Это не мой стиль. А, как Лиса Патрикемна бушный. Вот. По-моему, неплохо. Сколько ты сказала? 49 висит такой. Ну, пытаются, скажем так, продать. Вот такая маечка. Такую маечку. Ну, это я себе нашла. Люблю все в полосочку. Так что, в общем, это... Маечка в полосочку. Банана Репабрик на лето. Тоже вразвес. И вот такой пиджачок женский. Значит, Талбот, Лен. Мы так с ней вместе и так идем. Я так... Она... Ты что ушвыряешь? Это же... Она так по виду. Лен! Ты! Серость. А еще оказалась с этикеткой. Да, Талбот. Как бы... 14-й плюс размер. То есть, это такой хороший размер. Предложенная цена 119. Магазинная. Ну, конечно, это не 119 будет. Это будет долларов 45-49. То есть, не больше полтинника, да? Да. Ну, все равно. Видите как? По-моему, неплохо, да. И не из-за того, что мы демпингуем цены. С этикеткой всегда приятно. Но, правда, тут размер очень большой. Поэтому, может быть, чуть-чуть побольше. На десятку. Такие размеры, как бы, ценятся выше. Чем больше размер, тем потенциально можно дороже продать вещи. Кепка ничего не стоила. Называется бренд. Вот. Психованный кролик. Да. Сайка Бани. А она новая. АБУ такая была продана за 14 долларов. Я, честно говоря, себе взял. Но... Ну, прикольная. Прикольный кепон. Но она мне как-то вот жмет не очень комфортно. Кепок можете представить, сколько у меня. Так что, я думаю, долларов за 15-19 я ее запущу. Так. Ну и следующее... Ну что? Обувь. Сегодня у нас премьера. Какая? Сегодня будет театр имени двух ботинков. Или ботинок. Как правильно сказать? Ботинок, конечно, Наталья. Каверный был вопрос. Да, я поэтому задумался. Вот ботинок, который... Чего я на вас спрашиваю? Двух этих... Коварный тип. Двух сапогов. Коварный наружу. Ну. Та-да-та-да-там. Та-да-рам. Та-да-ра-рам. Гостях у сказки. Помните? Вот сейчас будет сказка про ботинки. Ну, что значит сказка? По крайней мере, персонажи в этой сказке реальны. А уж... Что с ними происходило? Ух, там много чего было. Эти доктора были у модницы. Служили они ей, ну, года два-три. Но не сильно. Что-то моднице в ней разонравилось. Решила модница, наверное, что что-то в этих... Это называется фэшн сникерс. В них что-то не то. И надо от них избавляться. Или замуж вышла. Не знаю. В общем, не то. И избавилась она от них... На ботинки. Ух, какие ботинки-то. Ух. Это женские ботинки. Да, предыдущие, значит, в секонд-хенде... Это все было по 6 долларов. И долларов 30, эти долларов 50. Но это не имеет значения для нашей сказки. И вот эти ботинки, конечно, носила она... Ну, не тоже не очень долго. Что-то она поцарапала их пару раз. И все, и остыла. И сказала, нет, не хочу. Я теперь замужем. И нехай муж мне покупать что-то дорогое. Что-то очень-очень дорогое. Типа, вот, ентих, зеленых, джастинов. Потому что, ну, что я в черном и в унылом. Ну, что я в травы, что ли, а вдова, что ли. Вот, вот, надо зеленые, такие нормальные. Размерище-то. Это, ну, что, это сапоги... Как там, санитарка звать Тамарка сапоги на 45-й босиком, чтобы не терло. Так, что ли? Что-то там... Ну, было, короче, когда-то. И, да, это все женское. Да-да-да. Слегка потертые чуть-чуть вот эти окантовочки. Сэкономили гады. Вот это, кстати, Джастину, вот так, можно сказать, плевок. Вот, с моей стороны. Потому что, ну, вот, видите, раскрошилась эта псевдокожа. Но все равно красиво, красиво. И вот что-то подобное, наверное, модница теперь и носит. Почему это не одна и та же модница? Потому что, ну, смотрите, лапа. Ну, ясно, что это... Козе понятно, что это не та. Но все равно вопрос, что ж в этих-то ей было не то? Вот какой-то вот из нашей деревни такие хорошие сапожки, джейфлекс. То есть так идешь и пружинит. Вот что? Вот, Наташа, какие у тебя версии? Вот что в них было не то? Вот почему они ей разонравились? В хорошем состоянии-то реально. Что, носить и носить? Купила куртку другого цвета или пальто. Вот видите? По цвету не подошло. Женская логика. И теперь уже к новой куртке. К новому там какому-то... Аутфиту. Аутфиту. К новому наряду. Все. Зеленая уже не рулит. Во. Тут и, в общем, зеленый, так сказать, сказочке конец. Но это только вот это. А кто их урвал, тот, само собой, молодец. Это было в развес где-то доллара три-четыре. Стоить они будут, я думаю, долларов сорок. Не больше. Ах, а мужские были бы. Ох бы, урвал бы. Ну, что поделать? Не все в сказке. Так хотелось бы. Это спортивная тетенька. Носила их тоже недолго. Судя по подошве. Бегала-бегала, а потом их и отбросила. Это сорол. Вообще, сорол делает, делал такие полусапоги резиновые, прорезиненные и с таким еще валенком войлочным внутри. Что-то вот они стали специализироваться на кроссовках. Причем вот таких вот разлапистых. То есть, если вот как по одной кости динозавра восстанавливают вот все остальное, то вот Наташа, вот она рядом здесь сидит. Вот как ты думаешь, это значит, размер значится сорок, какой сорок первый, тут есть сорок второй. Вот как ты представишь, как выглядела вот эта спортсменка? Вот как ты думаешь, имейте в виду рост, вес, вот давай версии. Предсказываю, рост она была почти моего. У меня 180, это значит где-нибудь 170-175. Ну. И, в общем, сложение было очень атлетического, но худощавое, скорее всего. Худощавое, конечно. Потому что... А почему? Потому что бегала и вообще... Кто сказал, что она бегала? Потому что не продавлено ничего. А-а-а. А, Семен Семенович Горбунков. Вот. Так что что-то произошло, что-то разонравилось. Что, тоже новый аутфит, что ли, купила? Или новые... А, новые кроссовки вышли, реклама-то пошла. Эти, йога-пенс, другого цвета. А как, при чем тут йога? А, они же тут все чокнутые. Сейчас я что вам, дети, расскажу. Вот, говорят, американки одеты черт-те-чо. Значит, во-первых, врут. А, во-вторых, есть такое дело. Значит, врут насчет черт-те-чо. Это все по-разному. Нормально, нормально одеваются. Вполне. Косметики, конечно, не накладывают только, как в России. Но, вот эта американская мода, от которой смеются еще и даже европейцы, это женская. Это ходить, как будто ты только что пришла из или направляешься в этот спортзал. Джим, они его называют. Это какой-то кошмар. Вот эти йога-пенс, это вот обтягивающие, причем независимо от фигуры. Либо там два масла, пардон, либо там что-то другое. Вот это обтягивающее вот это вот все, это я вам скажу что-то. Без учета, конечно, особенностей личного строения, так сказать, этого, самой фигуры. Это что-то. Значит, твоя версия чего там случилось? Йога-пенс купила. Другого цвета? Да. А какой цвет может не подойти к черным, Наташа? Давай. Варианты. Вот, я мужик, мне похеру так, поэтому давай. Все может подойти к черному. Вот. Поэтому эта версия отвергается. Повеселее что-то захотелось. Я тебе говорю, рекламу увидела. Увидела рекламу, поперла там, какая там. Она наконец-то записалась в джим, а там увидела, что все входят. А это она купила так, у нее были просто. А в джима увидела, что у всех ходят веселеньких, разнообразных. Вот. И особенно, если в группу какую-нибудь записалась. Что ж она будет, как дура, одна в черных. Фу, да них. Да. Наташа виднее. Значит, это был... Нет, это были бины. Планирую их продать за 40-39. Уговские, купленные в магазине за 6 долларов. Какие красивые. Полуботиночки. Тебе такие не нужны, Наташа? Нет. А они большие все равно. Это размер 9-40. Вот. Купила модница. По городу ходить они, хоть и уги, но никакой овцой. В смысле, может быть, кожа овчинная, конечно, кто ее знает. Никакой шерсти нет. То есть, они по нашей классификации демисезонные, а может, даже и круглогаичные. Вот что в них могло разонравиться? Смотрите, состояние идеальное. Наталья Вячеславовна. Неудобные. Оказались неудобные? Угу. А что в них, может, неудобные? Плоские. А, плоские. Мягкая замша такая. Прямо просто вообще прям лапку облегает. Прямо что-то и все хорошее. Ну, какие хорошие полусапожки. Неудобные. И сдала она их в секонд-хенд, где их я и купил. Думаю, 35-40. А, развязывать надо и завязывать. Точно. Надоело завязывать. Точно, точно. Как много узнаешь нового. Точно. Это же надо завязывать. Такое ощущение, что пообщался с инопланетной цивилизацией. Но вот эти не завязывать, не развязывать не надо было. Они были без шнурков. Это я потом вставил. Это туристические осоло. Тоже были в развес. Я когда увидел, сразу же вспомнил эту знаменитую итальянскую. Это осоло мио. Это правда осоло. По-моему, бренд итальянский. Да, вот кстати. Но я могу ошибаться. В отличном состоянии. Странно, что они в развес-то попали. Женские тоже размер так где-то 41 и 1 треть. Вот у кого вот лапа так еще на треть. Вот он был 41, а потом на треть так чуть-чуть. Вот чуть-чуть опухло совсем. Вот. 1 треть. Ну, на самом деле, я издеваюсь, это просто перевели так американский девятый. То есть, они в Румынии это сделали для американцев, но на всякий случай поставили европейский. Потому что обычно бы они, когда бы ставили, допустим, 41 и все тут, то они бы там 9 с хвостиком для Америки. Вот еще чего-то. Странно. Вообще-то в Румынии понятно, что для европейского рынка. Отличные ботинки. Повторюсь, развес долларов 4,5 они мне стоили. Думаю, полтинник. За них получить утепленные, непромыкаемые. Ну, просто красота. Что в них-то не то? Что разонравилось-то этой туристке? Давай. Поткнулась. Развивайся с мужем, который был туристом. А она просто так с ним. То есть, она как вот, помните, мы про охотника говорили. Охотница на оленя-то. Она, значит, одного оленя заохотила. Изображала из себя. Помню, ботинки-то продавали-то такие. Эти сапоги такие. Для охотниц. А это она тоже так. Я туристка-то. Все такое-то. Давай по туристам вместе. А потом, не, ну или зачем развелась. Просто сказала, все, теперь я, так сказать, на сносях. Это самое, лази один со своими друзьями. Может, такой вариант? Такой вариант. Да, вполне. Вполне. Прям сразу же. Вот, Наташки, вот какая она радикальная. Раз, если не туристка, то все. Развод. Развод и девичью фамилию. Вот. Как вот она прям со мной. Это уже лазит. Даже не знаю. Ну, в общем, короче, перестала туристить. Потому что состояние очень хорошее. Явно это было выброшено не из-за состояния ботинок. Ну, впрочем, как и вся остальная обувь. Что-что выброшено по состоянию, вы видите иногда в наших обзорах Бинах. Так, это была женская часть нашей сказки. Сейчас пойдет сказка мужеская. Тимберлены. Все из магазина. То есть, магазин снабдил меня персонажами. Шесть долларов за пару. Прекрасные тимберлены. Ну, что ты будешь говорить туристически с такими вот пупырками прям замечательными. В идеальном состоянии стоит. Наверное, не очень будут дорого. Где-нибудь 35-40. Что-то там. Кто? Ребята из Европы. Просветите, что за шулер из Швейцарии. Шулер. Не, наверное, шулер. Что-то какая-то технология может быть. Вот что хозяину могло в них не понравиться. Наташа, ну смотри, какая красота. Главное, состояние действительно просто прям вот идеальное. То есть, одели несколько раз. Я прям вот честно. Вот честно. Ну, что тебе еще? Что тебе надо бы на старче? Было много ботинок. И жена ревизию провела. Провела ревизию. Сказала, так, ты когда последний раз их одевал? Козел. Ответ был. Очень давно. И их так сдали. А что версию развелась, а он их не взял с собой, она потом все в Second Hand сдала? Это так вообще про любые можно. Да. И про ревизию тоже можно про любые сказать. Ну да. Так что, давай пока я вступление, ты думай про следующее. А я должна знать, о чем это. Вот это. Что? Это, по-моему, Леброн Джеймс. Посмотрите, какое чудо кроссовкостроение. Тяжелые, зараза. Ну, скорее всего, просто неудобные. Вот. Чем некрасивше, тем неудобнее. Это просто чудо, конечно. Какой-то кошмар. Это вот что такое? Это навеяно дедушкиными галошами, что ли, Наташа? А, и порезанными галоши, порезанные, как эти, протекторы у колеса. Кто есть купил, походил, понты, так сказать, сошли. Никто так сильно-то, в общем, не было. И так, ну, я в баню сдал. Такая версия, да? Угу. Я тоже так думаю. Значит, сейчас в магазин. По-моему, это стоило 40 или 45 на ebay я смотрел. Ой, кошмар. Это вот просто такая ночью, если приснится, что ты вот в таких вынужден ходить. Это я вот просто в поту в холодном проснусь. Ужас. Что все, больше других у меня не осталось. Ой, какая прелесть. Это Джонстон и Мёрфи. Очень уважаемый мною бренд. У меня, по-моему, где-то были ботинки когда-то. Которые почему-то на вторичном рынке не сильно ценятся. Смотрите, какая прелесть. Вот так ботиночки говорят сами за себя. Мы тут утиные типа носок. Но это не резина, это кожа. Тут замша. Пардон, нубук. Чего я сбрендил совсем? Тут креповая подошва. Ну, что еще тебе надо бно? Модник ты фигов. Сделано в Индии. Размер 41. Версии. Модные. Городские, да? Модные ботинки. Узкие стали. Узкие? Узкие. Купил, походил. Они узковаты, мне кажется. А что, когда покупал-то, что, где глаза-то были? А не померил. Или померил. А вначале, когда меряешь, один раз одел, кажется, что нормально. Потом несколько раз прошел узкие. Дай. Ну, потому что я даже не знаю. А новые, Джонсон и Мерфи новые все стоят дорого. Эти, я думаю, за 100, скорее всего. Прям гарантирую. А эти в районе полтинника должны стоить. Сейчас, по-моему, в проданных их нет. Ну, здесь уже практически лето уже вступает. Ай, красота. Мы везем с собой кота. Тоже магазин. Классический фазон рабочих ботинок. Ирландский сеттер. Ну, они так слегка грязноваты. Для сеттера это не важно. Хотя я спиртом пройдусь по подошве. Думаю, в районе полтинника будут они стоить. Наташ, рабочие ботинки. Купили на спродаже новые. Пока эти еще совсем нет. А что эти не дотоптать? На спродаже. Не. Ну, хорошо, купил на спродаже новые. А что, на работу ходишь, как на подиум, что ли? Ну, стопчи, потом те одень. Правильно? Ну, вот я бы, во всяком случае, так. Что-то новые понравились больше, да, видимо? Да. И как это? А скоропеюшку мамаша не взлюбила. К столу не зовет, по отчеству не величат. То есть, значит, этот мужик... Не вижу размера, 42-й. А, да. Еще тут размер вообще все стерто. Разлюбил их. И, в общем, сдали. Ну, или жена втихаря сдала. А потом, конечно, нам пришлось разводиться. Потому что за сдачу ирландского сектора в хорошем состоянии в секонд-хенд, без ведома обладателя, я думаю, последствия были бы прям... Ого-го. Ну, моя такая версия. Это кто-то из военных, больших и здоровенных. Тоже магазин. Это Бельвиль. Белевиль. Сделанный тут у нас. Ну, в смысле, не вот прямо у нас, но где-то в Америке. Это армейские, тактические, облегченные. Обычно армейские просто такие, что убить можно прям кого-то человека. Там, мне кажется, кабанам. Медведя можно убить ими. Вот, Наташ, отличное состояние. Ну, ну, чё? Вот чё? Перестал? А! Дембельнулся и просто всё. Не могу больше видеть, да? Из этой серии. Там было три пары, другие были более убиты. И он сказал, всё, я так это... Пускай я нынче не в строю, но под одеждой штатскойю всегда и всюду знаю я выправку солдатскую. То есть, всё нафиг, всё это, всё, прихожу на кроссовки, и мне уже это всё опостылило, не хочу. Ну, да, наверное. Наверное, потому что не объяснишь, зачем сдавать прекрасные с вентиляцией, тут замша, тут прям совсем они... Да, тут помните, какая покладка, чтобы не промыкали в секонд-хенд. Но только если хозяин, как бы это так помягче сказать, сак, с тем перестал нуждаться в какой бы то ни было обуви. Как это, помните, это операция ИТА, приключение Шурика. На тебя наденут деревянный макинтош, будет играть музыка, но ты её уже не услышишь. Можно сказать, на настройке-то. И Дабл-Эйч. Вот какой Реднэк сдал Дабл-Эйч Джел Айс, сделанный в Америке. В Америке сделанное. В ещё не убитом состоянии, смотрите, нормальное состояние. Чего же не то-то. Вот что? Тут мне дело не обошлось без какой-то сторонней силы. В вангую, что что-то произошло. Что-то с этим мужиком случилось. Ходил он, ходил в них. И... Ну чё? Куда он доходился-то? До чего? Ну не мог просто Реднэк сдать Дабл-Эйч. Дабл-Эйч женился. И на ком же он женился? На учительнице, что ли? А, кстати, это... А почему-то только у Реднэков. Интересная обувь. Полно людей ходят в церковь, вполне такие... Но не в этих, Наташ. Это рабочие. А, ну рабочие. Дабл. Ты вот таких когда видела? В церковь? В церковь? В каких ходят церковь? Кому интересно? Откройте моё видео. Уникальный магазин ковбойских сапог. И там есть как раз вот специально для церкви пара прям. Они называются Гаспел Бутс. Вот. Это рабочие. Вот что? Перестал работать. А, получил повышение по работе. И уже теперь в конторе сидит. Что типа всё не тарское. Ушёл на пенсию. Так, да, вот вокруг дома там топать. Там что-то вот мало ли что-то поделать. Может быть действительно болты отбросил. Ну. Это как бы всегда, конечно, вариант. Ну, в общем, перестал по какой-то причине в них нуждаться. Потому что, конечно, Дабл Эйч. Это дорогие ботинки. Сделаны, конечно, очень хорошо. Однослойная кожа. Просто супер. Даже в таком потёртом состоянии. Это 40-45. В развес они мне стали долларов 6. В общем, перестал нуждаться. И сапоги были отправлены в ссылку в Бины. Где? Я их и уловил. Ну, а сколько человек пришлось отпихнуть, это я уже умолчу. Что, конечно, посмотрите на меня, сколько я могу отпихнуть этих. Вы там видели, какая там публика. Просто спикировал первым. Ну, вот сказочки-то обувной теперь пока конец. Кто прослушал, конечно же, молодец. Но стойте, стойте. Стойте, думайте. Ну, нет, ну, нет. Ну, ещё есть кое-что, что показать. Есть. Есть. Ещё покажу, что последний в третьей серии нашей вот этой серии. Каламбур. Так. Матрёшка. 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 Ну, что есть? Тоже нашли бина. Наташа откопала вот эту часть. И я так, говорит, ищи, слушай. Говорит, матрёшка, смотри, жёнка какая красивая. И прям в том же корыте было. Если чуть-чуть надо будет что-то сделать, что-нибудь наклеить вот сюда. Это всё мелочи. Даже если я её не наклею, ничего страшного. Потому что, скорее всего, мы себе её оставим. Это чтобы мы её кому-то подарили. Это нужно, чтобы прям человек был очень хорош. Это Базяха. Боуз. Диски, зараза, не читает. Но работает. Было в развес. Где-то доллара, по-моему, 3, что ли, она мне встала. Надеюсь, за 45 продать. Потому что всё остальное работает. И, кроме всего прочего, хоть диск и не читает, тут есть входы. То есть, вполне можно старый CD-DVD-плеер под него поставить, подрубить. И понеслось. То есть, в общем-то, вариант. Навигатор Иван Сусанин. Гармен. Что не проверял. Встал он мне там в какие-то копейки. Я думаю, центов 20. У него какие-то пожизненные карты. То есть, я так понимаю, пожизненно можно обновлять бесплатно карты. И большой. 40, по-моему. Ну, если работает. Если не работает, отправится обратно. И весы. Смотрите, какие классные весы. Ага. Врубились? Давай, врубайся. Оу. То есть, этим весам... Так, а что не показывать-то? А, его нужно было в ноль бросить. Сбросил уже. Сколько можно-то? Килограмм. Что-то как-то да. А, во, ноль. То есть, им нужно было время. Представляете? Вот от 4 батареек и не нужно никакого питания. Это очень удобно. Я думаю, в гараже я оставлю. Максимум у них 110 паундов. Это в районе 40 килограмм. Ну, куда уж больше-то 40 килограмм. Удобная я вещица. Но, правда, еще аккуратность не проверял. Это было в развес. Стоило, я думаю, мне не больше долларов. Вырубаем. Ну что? Тут и сказочке конец. Да. Всем спасибо за внимание. Мы продолжим. Обязательно. Так что приходите еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok